В Димитровграде идет активная подготовка к запуску масштабного проекта федерального значения Высокотехнологического центра медицинской радиологии. У жителей нашего региона и соседних городов появится уникальная возможность получить полный спектр диагностики и лечения онкозаболеваний. На данный момент проект вышел на завершающую стадию монтажных работ. Работы по завершению идут в плановом режиме. Что касается инфраструктуры вокруг данного объекта, который должен отвечать всем требованиям, то сегодня практически завершены все работы по подключению данного центра к водоснабжению по постоянной схеме, что являлось практически крайним обязательством региона и муниципалитета по обеспечению инфраструктуры. И буквально через месяц мы начинаем строительство основной подъездной дороги. Заходом строительства и монтажа оборудования проследил губернатор Сергей Морозов во время своего рабочего визита в Димитровград. Вместе с этим в честь прошедшего дня медицинского работника он вручил благодарственные письма и грамоты врачам и медсестрам. Как отмечают эксперты, в новом центре будут подлежать лечению все виды опухолей, в том числе труднодоступные и устойчивые к химиотерапии. Здесь собраны все методы диагностики и лечения – лучевые и ядерные, благодаря чему пациент может получить уникальную высокотехнологичную медицинскую помощь в одном месте. Одна из оборудованных установок – система Гантри. Это статонная стальная установка для высокоточного лечения. Если мы будем облучать только с одной стороны, то, соответственно, тормозное облучение от протонов все равно будет задевать здоровые ткани. И так или иначе будут они подвержены облучению. Для того, чтобы снизить вот эту нагрузку на здоровые ткани, мы разделяем пучок на 2-3 плана, на 2-3 угла и облучаем с разных сторон. Соответственно, вся концентрированная доза сохраняется в опухоли, а остальные участки получают как минимум в три раза меньше облучения. Ну а основа центра – циклотронный комплекс. Первый пробный выстрел успешно состоялся еще весной. Сейчас руководство готовится к следующему этапу испытаний, который пройдет уже в августе. Дарья Судрева, Данил Сурков. Новости Ульянской правды.